Послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ. Прием Казанский федеральный. Подводим итоги. Правда и вымысел о високосном годе. Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Анастасия Дворнова. В Казанском федеральном университете в стенах музея истории прошло торжественное открытие выставки, посвященной 125-летию со дня рождения Кирилла Ситникова, ректора Казанского государственного университета в период с 1937 по 1951 годы, кандидата физико-математических наук и участника гражданской войны. С августа 1937 по март 1938 года он был временно исполняющим обязанности директора Казанского государственного университета. С апреля 1938 по октябрь 1951 года ректором. Обстановка в ВУЗе в тот период была напряженной. Политические репрессии привели к сокращению профессорско-преподавательского состава и студенчества. В крайне тяжелых условиях Кирилл Ситников смог удержаться на своем месте, проводя порой противоречивые по своему характеру преобразования. Основой для выставки стала коллекция Кирилла Ситникова из фондов Музея истории Казанского университета, а также предметы, предоставленные семьей Ситниковых. Сегодня, 29 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Какие новые национальные проекты инициировал глава государства в ходе выступления, узнаем далее. В ходе выступления глава государства инициировал новые национальные проекты. Первый и один из самых значимых – «Семья». В перспективе планируется продление программ семейной ипотеки под 6% годовых. Следующий проект – «Кадры». Ориентирован на укрепление связи всех уровней образования от школы до вуза. Они должны работать в единой логике, на общий результат. В перспективе реализация программы должна решить проблему нехватки квалифицированных кадров и отсутствие собственных передовых технологий. Глава государства также отметил, что средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. Но в планах к 2030 году она должна составить не менее 78 лет. В дальнейшем предстоит выйти на уровень 80+. Поэтому будет реализован проект «Продолжительная и активная жизнь». Ценности любви, взаимной поддержки и доверия передаются в семье из поколения в поколение. Так же, как культура, традиции, история, нравственные устои. И, конечно, главное предназначение семьи – это рождение детей, продолжение рода человеческого, воспитание детей. А значит, и продолжение всего нашего многонационального народа. Особое внимание Владимир Путин уделил мерам по улучшению образования. По его словам, работа начнется с детских садов. Со следующего года запустят программу их капитального ремонта. Что касается школ, их количество значительно больше. Поэтому ориентировочно благоустройство планируется продлить до 2030 года. В дальнейшем ремонт будет проводиться в плановом режиме. Также президент предложил в предстоящие 6 лет обновить медицинские кабинеты в школах и построить в общей сложности не менее 150 учебных заведений для получения общего образования и более 100 детских садов. Растут многие крупные города. При этом становится больше и нагрузка на социальную сферу. Увеличивается число школьников, которые учатся во вторую смену. А в некоторых школах вводится даже и третья смена. Безусловно, это проблема, которую тоже нужно решать. В тех городах, где вопрос переполнения образовательных учреждений стоит наиболее остро, но придется опять за счет федерального бюджета, за счет федеральных ресурсов решать эту задачу. Построим дополнительные в общей сложности не менее 150 школ и более 100 детских садов. Как заявил глава государства, в ближайшие 6 лет будет выделено 120 миллиардов рублей на переоснащение колледжей и техникумов. По его словам, нужно привести в порядок не только учебные заведения, но и спортивные объекты. Еще 124 миллиарда рублей будет отведено на реставрацию вузов и университетов. Кроме того, будет построено свыше 40 студенческих городков и расширена программа создания университетских кампусов. Также президент России подчеркнул необходимость повысить с 1 сентября уровень заработной платы преподавателей вузов. А с 1 марта увеличить федеральную выплату за классное руководство и кураторство групп в техникумах до 10 тысяч рублей. Завтрашний день страны определяет устремление нынешнего молодого поколения. Его становление, его успехи, жизненные ориентиры, которые пройдут любую проверку на прочность, это важнейший залог и гарантия суверенитета России. Продолжение нашей истории. Предлагаю консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политики. И уже в этом году запустить новый национальный проект «Молодежь России». Также Владимир Путин поручил правительству к 2025 году разработать новую модель оплаты труда бюджетников в рамках пилотных проектов субъектов Федерации. А уже в 2026 году принять окончательное решение для всей страны. Внимание было уделено и единственному государственному экзамену, который по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию и споры. Поэтому изменения стоит ожидать совсем скоро. У выпускников появится возможность пересдать экзамен по одному из предметов до конца приемной кампании вузы. Это позволит не только выбрать лучший результат испытания, но и успеть подать документы до окончания их приема. Кристина Отекина, Карина Саяхова, Универновости. Подошел к своему логическому завершению трехдневный онлайн-марафон «Прием Казанский Федеральный», организованный Департаментом по информационной политике Казанского Федерального Университета. Его целью стало повышение осведомленности абитуриентов о действующих правилах приемной кампании этого года. Подробнее об итогах марафона смотрите в следующем сюжете. Казанский Федеральный Университет Казанский Федеральный Университет всегда старается действовать на благо не только уже учащихся, но и будущих студентов. Абитуриенты должны всегда получать актуальную информацию о вступительных экзаменах, баллах при поступлении и других аспектах, которые могут им пригодиться при подаче документов. В связи с этим Департамент по информационной политике организовал трехдневный онлайн-марафон «Прием Казанский Федеральный», где представители каждого из 17 институтов и одного факультета Казанского Федерального Университета рассказали о том, как стать частью большой семьи выбранного направления. Каждый из дней традиционно начинался со вступительной речи ответственного секретаря приемной комиссии КФУ Александра Бибика. Он отмечал основные моменты, общие для всех институтов. А затем каждый из представителей конкретного говорил об особенностях. Гостями первого выпуска стали представители Института фундаментальной медицины и биологии Елабужского института, юридического факультета, химического института имени Бутлерова, института математики и механики имени Лобачевского, а также института управления экономики и финансов. Ну что, добрый день, дорогие зрители, дорогие абитуриенты, их родители. В эфире марафон «Прием КФУ-2024», где на протяжении уже трех дней мы будем знакомить вас с приемной кампанией 2024 года в Казанском Федеральном Университете. Вы можете задавать свои вопросы в комментариях, наши специалисты приемной комиссии ответят на них. Ну, либо самые интересные мы постараемся озвучить в прямом эфире. А за самые креативные вопросы мы обязательно выручим вам подарки. Но, впрочем, к этому мы вернемся немножечко позже. Второй день стал полезен для абитуриентов других направлений. Выступали представители Института информационных технологий и интеллектуальных систем, Набережная Челнинского института, Института психологии и образования, Института физики, Института социально-философских наук и массовых коммуникаций и Института искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии. В завершение Александр Бибик подвел итоги второго дня. Модераторами беседы также по устоявшейся традиции стали Александр Фирсов и Арина Мухамедшина. Много ребят поступают после среднепрофессионального образования. Это выпускники как училищ, так и профильных образовательных учреждений. Много вопросов, я так понимаю, возникло на том, когда был Институт психологии и педагогического образования, потому что в Казани есть очень хорошие колледжи педагогические. И поступление выглядит следующим образом. Эти ребята также подают документы с 20 июня. Требуется тот же набор, абсолютно тот же. Только вместо аттестата это документ об образовании, это уже будет диплом об образовании, об окончании среднепрофессионального учреждения. И у этих ребят есть возможность поступать как по результатам ЕГЭ, так и по внутренне вступительным испытаниям. И, наконец, на третий, завершающий день для гостей выступили представители оставшихся институтов. Со зрителями поделились тонкостями своих специальностей спикеры от Института международных отношений, Института вычислительной математики и информационных технологий, Института геологии и нефтегазовых технологий, Института дизайна и пространственных искусств, Института экологии и природопользования, а также Института филологии и межкультурной коммуникации. Онлайн-марафон. Мы старались немножко осветить правила приема поступления в этом году. Конечно, в дальнейшем будет еще больше событий. Нужно следить за нашими соцсетями, где мы, чем ближе, приближаясь к приемной кампании, будем больше уделять этой теме времени и рассказывать уже какие-то моменты, на которые следует особо обратить внимание при поступлении. Но каждый институт имел право рассказать о себе в рамках этого марафона. Такое заявительное, презентационное, небольшое выступление каждого института. Вот по тому, что я видел, каждый институт довольно-таки корректно рассказывал. И не только у себя, но и о правилах поступления. Трансляции, пусть и завершенные, можно посмотреть в записи в официальном паблике Казанского федерального университета в социальной сети ВКонтакте. И узнать для себя множество особенностей, которые потребуются для поступления. Двери вуза всегда открыты, а ждем мы именно тебя. Елизавета Газизянова, Универ Новости. Год, в котором на один день больше, чем обычно, называют високосным. В нем 366 дней. К привычным 365 добавляется 29 февраля. Такое практически всегда наступает раз в 4 года. Это необходимо для того, чтобы календарные годы совпали с астрономическими. При этом с високосным годом связано большое количество суеверий и примет, которые сулят несчастье. О том, почему все так боятся високосного года и как он устроен, расскажем в следующем сюжете. Год с лишним днем связывают со святым Касьяном. По одной из легенд, он предал Бога и был за это наказан. Касьян служил у ворот ада и только раз в году мог оставить свой пост. Согласно поверьям, Касьян появлялся именно 29 февраля. С этого дня и начинались все несчастья. Животные гибли, техника ломалась, люди голодали, болели и умирали. Говорят, именно в Касьянов день нельзя начинать никаких дел. Лучше отложить работу и вообще не выходить из дома. 29 февраля – 60-й день високосного года по Григорианскому календарю, когда до конца года остается 306 дней. Это единственный день, отсутствующий в году без интеркаляции, то есть в обычном. И бывает он раз в 4 года. Однако, так было не всегда. В 1930 и в 1931 годах в СССР из-за введения советского революционного календаря было 29 февраля, хотя эти годы не являются високосными. Первые календари вообще были, в принципе, составляли гораздо меньшее количество дней, то есть 355-356 дней. Собственно, длительность месяцев чередовалась 29-30 дней. И поэтому приходилось представлять не только високосные годы, но еще и эмболисмические месяцы. Приметы – это знаки, предсказывающие будущее. Вера в приметы свойственна людям с давних времен. И вытравить ее из человечества не смогли ни прорывы в науке, ни развитие психологии. Желание искать и находить повсюду знаки судьбы досталось нам от предков. И если многие ритуалы и обычаи так и остались в прошлом, то приметы до сих пор идут с нами рука об руку. Сейчас хранилась вера в то, что високосный год якобы неудачен, но это, в принципе, происходит из времен Римской империи. Дело в том, что в Римской империи, вообще, если честно, с календарем был полный бардак, потому что изначально, опять же, месяцев, количество дней в месяце варьировалось 29-30 дней. Соответственно, и дополнительные дни до весенней Амении составляли дополнительный месяц. Но поскольку римляне, они вообще предпочитали не искать легких путей, то этот дополнительный месяц вставлялся внутрь месяца фебруариуса, то есть после его ид, после середины месяца фебруариуса. Существуют и трудности, прямо связанные с неудобным годом. 29 февраля бывает всего раз в 4 года. Но, конечно, в мире есть люди, рожденные в этот день. Обычно они отмечают свой день рождения 28 февраля или 1 марта. Но в сети можно найти целую схему того, как это систематизировать. Согласно ей, родившиеся в 29 февраля в первой половине дня должны первые 2 года праздновать свой день рождения 28 февраля, а третий год – 1 марта. А те, кто родился во второй половине дня, наоборот. В первый год их личный праздник выпадает на 28 февраля, а следующие 2 года – на 1 марта. Если же человек родился в первые или последние 6 часов 29 февраля, то ему, соответственно, предлагается перенести свой день рождения на ближайшую к этому моменту дату. Вставлялся дополнительный месяц. Ну и, в общем, как раз вот этот вот месяц и считался как бы неудачным. Одни считались неудачными позднее, после, собственно, реформы календаря Юлия Цезаря. Это были конкретные дни, каждый из которых посвящался одному из божеств римского пантеона. И этот момент отчасти ушел. Психологи объясняют свойственную человеку веру в приметы так – суеверия внедряются в наш мозг и закрепляются там. Потом люди живут по этим программам. По словам экспертов, думать нужно позитивно. Чем больше думаешь позитивно, тем больше хорошего притягиваешь в свою жизнь. На самом деле, високосные годы – это просто поправка, которую приходится вносить в работу несовершенного инструмента – календаря. А 29 февраля – обычный день, в который не стоит себя никак ограничивать. Просто бывает он реже, чем любой другой. Элиза Дистанова, Николай Асуховский, Тимур Ахметов. Универ Новости. А на этом все. В студии была Анастасия Дворнова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!